Пошли? Ну только ты можешь поярче как-то оборачиваться. Ну так. Привет, меня зовут Дмитрий Попов и это серия лекций как снимать кино. Сегодня мы поговорим о недавно появившейся на рынке камере Sony Alpha 7S. Если быть честным, я не был так восхищен со времен выхода 5D Mark II, то есть 2008 года. Сейчас объясню в чем дело. Sony сделали компактную беззеркальную камеру с матрицей 35 мм, то есть такой же как у 5D. Так чем же она меня удивила? Собственно, она включает в себя все 5 самых главных преимуществ, которые для меня полностью уничтожают 5D Mark III как конкурента. Хотя многие скажут, что Sony и не пыталась оставлять конкуренцию третьему марку, ведь она дешевле и вообще другой класс. Тем она и удивительна, она дешевле и побеждает даже не являясь конкурентом. Теперь о этих самых факторах. Первое, это просто невероятный уровень ISO. Снимая на третий марк, мы всегда стараемся не поднимать ISO выше 1600, чтобы картинка не портилась до неприемлемого состояния. Sony 7S на 20 тысячах ISO выдает картинку более чем приемлемую для работы. На практике это означает, что мы можем снимать в большом спортивном зале, освещая его всего одной свечой. Помимо этого, если сравнивать картинку 5D на чувствительности 100 и картинку Sony на чувствительности 100, картинка Sony выглядит более мягкой и рекламной. Кто-то скажет, что для кино характерен шум пленки, но здесь вам никто не мешает добавить его на постобработке. Второе, это возможность снимать 120 кадров в секунду при разрешении HD 720. Напомню, что Canon 5D Mark III позволяет снимать только 60 кадров в секунду при аналогичном разрешении. А это не маленький шаг вперед. Третье, Sony, несмотря на более компактный размер, не проигрывает марку в эргономике, как, например, Blackmagic Pocket, который почти полностью управляется из меню, что сильно замедляет процесс съемки. Sony вынесли все кольца и кнопки управления на корпус, и некоторые параметры управляются даже удобнее и быстрее, чем у Марка, хотя логика такая же и привыкнуть очень легко. Четвертое, Sony может писать 4К-видео на внешний рекордер. И, наконец, пятое, Sony позволяет подключить через переходник любые объективы EF. То есть все, что подходит к 5D, и более того, в отличие от Blackmagic Pocket, который позволяет их подключать, но не позволяет ими управлять Sony, позволяет управлять диафрагмой кольцами прямо с аппарата, как будто вы снимаете на Canon. И какие же у нее недостатки, спросите вы? И я отвечу, никаких. Хочу напомнить, что я никак не рассматривал и даже не тестировал работу этого фотоаппарата как фотоаппарата, и речь мы ведем исключительно о видеосъемке. Итак, сегодня мы узнали о камере Sony Alpha 7S. Пишите, о чем бы вы хотели увидеть видеоурок в комментариях. С Новым Годом!